Протокол о результатах выборов главы Сочи был подписан сегодня в 9.40 утра. Более 40% горожан, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки. Практически 93 тысячи сочинцев, или 75,37% избирателей, проголосовали за Анатолия Пахомова, выдвиженца от политической партии «Единая Россия», что обеспечило переизбранному мэру безоговорочную победу. Его ближайший соперник, первый секретарь Комитета городского отделения КПРФ Игорь Васильев, набрал 16,73%. За члена партии ЛДПР Алексея Бочкарева проголосовало 4,3% избирателей. Евгений Вербицкий, выдвинутый партией, за справедливость набрал 2,8%. Замыкает пятерку кандидатов. Член Коммунистической партии «Коммунисты России» Александр Зайченко. За него проголосовали 2198 человек, что составляет 1,79%. Большую активность в день выборов традиционно проявили жители Лазаревского района. Там в голосовании приняло участие 46,19% избирателей. Самый низкий показатель в центральном районе Сочи – 35,6%. Правом досрочного голосования воспользовались 13 929 избирателей. 10 дней напряженной работы в участковых избирательных комиссиях, плюс день тишины, плюс непосредственно сам день выборов 14 сентября. В центральном районе города Сочи прошли без эксцессов. Были замечания со стороны наблюдателей, были замечания со стороны наблюдателей от партии политических, от кандидатов в партии. Но в принципе все замечания оперативно рассматривались и устранялись. Они никоим образом не повлияли на ход голосования и на итоги выборов. Но без жалоб все же не обошлось. В течение дня голосования специалисты рассмотрели 6 письменных обращений, касались замечания организационных моментов и не повлияли на итоги голосования. Помимо особенностей досрочного голосования, на этих выборах была применена такая форма, как голосование вне помещения, она и применяется, но использовались переносные ящики для голосования, которые были выполнены из прозрачного стекла, из прозрачного материала. С таким оборудованием мы работаем впервые. Но тем не менее, безусловно, это как раз говорит о том, что выборы прозрачные со всех сторон, и в ящиках стационарных, и в ящиках переносных. На нынешних выборах 10 избирательных участков были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Там протоколы об итогах голосования были подписаны через 20 минут после закрытия участков. Для скорости работы Центр избирком планирует дальнейшее оснащение избирательных участков такими комплексами. Вероятно, к будущим выборам, которые состоятся уже в следующем году, сочинцам предстоит выбирать депутатов. Комплексами обработки избирательных бюллетеней оснастят большинство избирательных участков курорта.